в принципе нас все тут устраивает нам нам здесь нравится это что-то новое для нас новая страна страна со своими обычаями честно скажу я очень много времени провожу в парке сизон так как мы живем недалеко так как у меня двое детей и там для них комфортно мы там каждый день бываем это сто процентов каждый день в парке сизоне вы бывает такое что и два раза вот этот сквер парк для нас он как бы самое лучшее место в армении если мы даже переезжаем с квартиры на квартиру то все равно мы будем арендовать апартаменты где-то возле этого парка часто мы не выезжаем помимо футбольных соревнованиях были один раз в гарни и несколько раз в тахадзоре лохмаджо и рыба стерлядь и моя жена очень очень любит эту рыбу и я тоже мне нравятся эти эмоции этот адреналин который присутствует во время игры и вообще я люблю это дело как говорится найди себе профессию и ты ни одного дня не будешь работать вот так и есть вот как будто я не работаю это мне нравится этим я живу этим я вырос самого детства с 6 лет все время родители не могли загнать меня домой все время говорили антон домой я говорил нет дайте мне еще чуть-чуть времени я немного поиграю футбол вот из того времени привелся ко мне футбол и я вот и изо дня в день я живу этим вот поэтому наверно для меня футбол это лучший вид спорта в мире в 6 лет меня папа взял за руку это после того что он увидел как я бегаю с детворой во дворе он взял меня за руку и отвел на футбольную секцию это было в украине и авто и футбольной секции провел шесть лет до 12 и потом меня заметила киевская динамо и с 12 лет я уже поехал в киев и вот все время в академии я провел там до 21 года за меня сделали это тренер могу сказать почему в той команде в которой я был 6 лет у меня был самый сильный удар то есть я мог выбить мяч дальше всех и в то время это очень соединилось и меня сразу поставили защитником чтобы я от ворот выбивал мяч далеко-далеко вот так и остался я не хотя я хотел ну как наверное все хотели стать нападающими помимо физических данных он должен иметь футбольная высокая айкью и самое важное это быть стабильным пускай этому будет уровень невысокий и не низкий но стабильно чтобы он играл от игре к игре чтобы не было такого что одну игру сыграл в высоко очень хорошо одну его очень плохо лучше чтобы он всегда играл стабильно еще за полгода до того как я приехал сюда у меня был разговор с мелькяном тогда он был в команде а лошкерд мы тогда созвонились не помню кто кому позвонил но у нас был с ним разговор мелькян звал меня сюда в армению но тогда я уже подписал контракт с украинским футбольным клубом на полгода я ему тогда ответил что мелькович у меня уже есть контракт а вот через полгода мы созвонимся и решим так и произошло у меня закончился контракт мы созвонились мелькяном и мелькян меня пригласил сюда ну мелькович это большой профессионал это тот человек который очень любит свою работу хорошем смысле больной больной футболом и тот человек которому днем ночью ты можешь позвонить этот человек всегда возьмет от тебя трубку всегда поможет тебе в каких-то твоих любых вопросах как я вырос при нем я думаю что я стал играть более стабильно более уверенно в себе европейские матчи всегда нравится играть при заполненных трибунах на больших стадионах и вот эти матчи они в принципе не так много у меня их было но эмоции от них очень такие вау скажу потому что вот когда выходишь и все трибуны кричат особенно когда мы играли дома и когда это были наши трибуны когда это была поддержка они добавляли адреналина и вот всегда хочется играть такие матчи наверное это был мальчик со словом дома опять же при наших трибунах мы ту игру выиграли 2-0 хотя все говорили что словом явный фаворит но вот эта игра очень запомнилась и болельщики нас поддерживают возможно даже благодаря им и у нас и был этот азарт адреналин и ну и конечно же вишенка на торте это была победа а Сыграть в групповом этапе Лиги Чемпионов или Лиги Европы? Сложный вопрос, но, наверное, групповой этап в Лиге. Сыграл не так много игр с ним, но это Евгений Хачириди. Наверное, это Андрей Шевченко. Банально, но это Месси. Очень сложные игры получаются всегда с Арарат Армении. Это Серж Дебле, который выступал здесь раньше. Да, много футболистов. Армянских футболистов. Араса Сбилис, Гевр Газарян. И также много украинских футболистов, которые сейчас играют в национальной сборной. Виталий Буяльский и Георгий Бущан. Много. Ну, я хочу поблагодарить наших фанатов за то, что они и в трудное время для клуба, и в хорошее время, и когда есть победы, и когда поражения, они всегда нас поддерживают. В свою очередь, мы постараемся радовать наших фанатов своей игрой, победами и завоеванными кубками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! КОНЕЦ